МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как говорится, собака-дельфин, как называет ее хозяйка Ольга. Поднимайте, пожалуйста, к нам Ольга сегодня и Астра приехали к нам в студию. Здравствуйте, красавица! Здравствуйте, располагайтесь. Запрыгался. Допрыгался. Главный вопрос, который все задают, что за порода? Это австралийская овчарка. Как называется в одно слово? Ауси. А ближе всего они к кому находятся? К Коли? На самом деле, это очень забавная порода. Австралийская, кажется, где-то туда. У нас такой тренд некий образовался. Животные, которых неправильно называют. Ауси на самом деле не австралийская овчарка. Она американская овчарка, родоначальниками которых являются овчарки, привезенные из Австралии. Но это испанские овчарки, баскские овчарки. То есть она на самом деле не австралийская овчарка. Ну, запутали, как точно. Там навешано... Это симпатяга. Про Коли я угадал, значит, все-таки, да. Что там происходит? Что происходит на этом поле? Ой, на этом поле собака ищет меня, то есть свою маму. А вы что-то потерялись на поле где-то? Нет, ну, мы живем в таком районе, у нас одни поля кругом, и мы с ранней весны гуляли, когда травка была маленькая, она, в принципе, для нее поле это родной дом. Но трава выросла, ей некомфортно ходить высоко траве, и вот она для себя такой выход нашла выпрыгивать. И мы решили такой эксперимент провести. Мой сын ее держал, я ушла спрятаться в траве. Мы решили ее как бы направить со словами, где мама. И вместо того, чтобы бежать сплошную по траве, она решила вот так вот выпрыгивать. В общем, она играет, можно сказать. Можно это проиллюстрировать, если добавить определенную музыку. Особенно песни Эдиты Даниславовны хорошо. Да, или песни из игры Марио, например, где веселые сантехники прыгают по кругу. Здесь тоже так. Веселая собака. На самом деле это не игра, это ориентационное поведение, характерное для всех собак. Просто надо развивать эту тему. Для нас это вполне обычное поведение, то, что на видео, это происходит практически каждый день. Я сначала тоже снимала, веселилась, потом уже стала спокойно к этому относиться. Но видео, конечно, очень большой отклик дало. И все собака-дельфин, собака-дельфин, вот у нас собака-дельфин. Где вообще взять такую собаку? Как ваш выбор пал именно на эту породу? Просто вы у нас первые с такой породой собакой. Она вот ко мне тянется. Мне хочется поцеловаться. Мне просто любопытно, и все. Иди сюда. Да, ей любопытно. Можно отпускать или нет? Можно, но она может уйти куда-то за съемочной площадкой. Если вы хотите пообщаться, я с удовольствием. Пока можете порулить собакой. По поводу породы, хотела я в бордер-коле. Давно рассматривала эту породу. Одну из самых умных. Искала себе компаньона, потому что люблю много ходить, гулять. Моя семья такие достаточно домоседы. И мне нужна была компания. Одно-четыре часа ходить по лесу как-то несподручно. Нужен был компаньон. Смотрела бордер-коле, но какую-то дальнюю перспективу, что может быть когда-нибудь. И тут увидела в интернете вот эту фотографию такой собаки. Стала узнавать, что это. Потому что очень похоже и по характеристикам. Да, они их часто путают. И внешне, да. И опять же думала, ну когда-нибудь, когда я стану взрослой, я заведу себе собаку. Тут у меня подруга присылает фотографию, где копошатся какие-то разноцветные комочки. Говорит, вот у знакомого щенилась овчарка, никто не хочет щенка. Я думаю, да, конечно, хочу. Но вот как мне семье сказать? И так сложились обстоятельства, что собака оказалась на соседней от меня улице. То есть судьба сама вела ко мне вот это существо. Да, семья, конечно, очень скептически относилась, потому что все работают. Постепенно так готовила семью, которая говорила нет-нет-нет. Показывала фотографии. Да, красиво, но нет. Но кроме мамы говорила, ой, во дворе таких полно. Трехцветных и кошек, собак. Трехцветных и кошек. Да, папа говорил, нет, ну где же мы будем ее держать. В один прекрасный момент я вижу, папа стоит у окна, смотрит в сад и говорит, так, ну вот здесь мы можем сделать вольер, вот здесь будет у нее дача. И тут я поняла, что... Что его пробило, да, вы донесли все-таки, вложили эту идею. Да, и когда уже собака появилась, я слышала такие выражения, что это был необдуманный поступок завести собаку. Завести собаку так поздно. Что мы делали раньше? Необдуманный поступок завести собаку так поздно, да, почему мы не сделали этого раньше. Многие люди с этим сталкиваются, не хотят, не хотят животных, боятся чего-то, потом заводят вот таких друзей и жизнь их меняется в лучшую сторону. Да, на самом деле, как я уже сказала, судьба все делает так, как нужно, да, мы тоже волновались, потому что все работают, несмотря на то, что живем в своем доме, все равно нужно много времени, много места уделять собаке. И в этой ситуации как раз карантин нам сыграл на руку, что мы практически все были дома, и щенок рос во внимании. А вы вот прям на карантине практически и завели, да, себе собаку? Ну, грубо говоря, конец февраля, там плюс-минус месяц, да, мы даже ей поставили вольер дома, клетку, думали, что она там будет сидеть, потому что переживали, что щенок там, ну, когда щенок, ну, мало, нет, кровать не разрешают, ну, когда меня нет только. Вот, и, собственно говоря, много гуляли, много уделяли времени, даже клетка не понадобилась, она мне только сейчас спит, собака достаточно воспитана. Просто ее место, где она вот там любит побывать. Оказалось, за 6 месяцев сгрызла только одну пару шнурков, что никто нам не верит, потому что обычно собаки в домашних условиях ведут себя достаточно так варварски. Вот, ну, может быть, кажется, у нас еще впереди, у нас щенок. Но вернемся, что ведут они себя варварски, исключительно из-за недостатка внимания. Недостатка внимания, недостатка места, недостатка занятий. То есть собака, собакой я занимаюсь, и был кинолог у нас, я сама с ней занималась, мы много, по 3-4 часа гуляем. Вот, то есть она растет достаточно такой. А еще вырастет? Не ожидается. Ну, это хорошая компактная, мне кажется, размер отличного. Это же все-таки она по интеллекту примерно как бордер-коли. Ну, есть некий рейтинг, да, где бордер-коли на первом месте, это собака на десятом. Но для меня, естественно, она на первом, потому что она с каждым днем удивляет нас все больше и больше. И команды она, в принципе, ловит. Андрей, у вас вопрос, да, какой-то есть относительно с собакой? Вопрос, она живая, подвижная, доброжелательная? Она живая, подвижная, доброжелательная. Вы же не трогали, живая абсолютно, настоящая. А вот как охранница? Ее можно, можно ее ставить на охрану, да, но прежде всего это собака-компаньон. Вообще собака, ну, овчарка, да, это пастух. У нее мама рабочая, мама у нее пасет овец, папа у нее красавец, просто участвует на выставках. Несмотря на то, что вы такая серьезная, тем не менее у вас потрясающее чувство юмора, потому что когда мы написали вам, пригласили вас на программу, да, вы нам забавно ответили. Давайте просто посмотрим эту переписку, чтобы вы понимали. Добрый день, Ольга, вас беспокоит Первый канал, из редакции программы «Видели видео». Меня зовут Кирилл, нам очень понравилось ваше видео, где собака прыгает в поле. Мы бы хотели вас пригласить, принять участие в нашей передаче. «Здравствуйте, именно для этого я и завела собаку, с радостью приеду». Вот, как здорово, когда люди так отвечают. Спасибо вам большое. Ну, а теперь посмотрим вообще о жизни вашей собаки, дополнительные видео, которые у вас есть, потому что... Еще раз посмотрю, что такое следует. Это вот из особенностей такой породы, да. Ты так любишь? Когда хочется стать одноцветной собакой, обычной, да, она использует это же. Да что такое? Ой, привет у вас. Вот это да! Вы передумали заводить такую собаку теперь на этом моменте? Нет, нет, у меня был Колли. Это что такое? Вот это вот, Колли в грязь. Почему такое? Это кто плюшку стащил? Прикольно же. Ася, как тебе не стыдно, а? Ее Ася зовут? Астра, Астра, Ася. Ты же не кот, ты же не рыжик, ты же не лазишь по столам. Отдай маме плюшку, брось. Отдай плюшку, тебе нельзя такое, отдай. Брось. Стола, да, вытащила. Отдай плюшку. Ася, тихо, голос. Молодец. Ася, голос. Молодец, Зайка, молодец. Асечка, дай вам. Молодец, дай другую. Молодец. Молодец, умничка. Ася, носик. Молодец. Молодец. Умничка моя. Зайка, где Зайка? Ася, где Зайка? Где Зайка? Молодец. Ася, сиди. Сиди. Сядь. Лежи. Надо отметить, конечно, что она очень собрана, потому что здесь и незнакомая камера. У нее когда другое покрытие пола, она иногда может не ложиться. Для нее это важно. Ложись. Лежи. Лежи. Чистый пол. Да, слишком чистый пол. Это не талуна. Сиди. Лежи. Ася, давай крестик. Крестик. Молодец. Очень быстро. Чмок. Ася, чмок? Каждый день. Она со всеми может сделать чмок? Ну, хотите попробовать? И со мной я могу попробовать. Нет, нет, нет. У нас, смотрите, я буду ревновать, я тоже хочу. Давайте, давайте с вами попробуем, если это, конечно, давайте. Сначала вы сделаете вот так вот. Носик? Давай. Чмок? Чмок? А, вы сразу так, да, договорились? Очень просто, без всяких. Все, получилось, отлично. Мне кажется, нам этого достаточно. Мы рады, что она такой молодец. Мне кажется, нам этого нет. Продолжение следует...